Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Путь паломника» и продолжение рассказа о монастырях и храмах города Самары. Прежде всего, хочется напомнить о том, что с основанием крепости Самара было образовано два монастыря в честь преображения Господня – мужской и женский. Первое описание этих обителей мы встречаем у археолога, исследователя древнерусской литературы, профессора Симбирской семинарии Невостроева. Капитан Иванович собирал материалы о монастырях в 40-х годах XIX столетия, сначала по своей инициативе, а затем после соответствующего указа Святейшего Синода по благословению симбирского епископа Феодосия. Невостроев составлял историческое и статистическое описание монастырей, которые действовали в Симбирской епархии в XVI-XVII столетиях. Спасо-Преображенский девичий монастырь находился в городе Самаре близ крепости. Когда и как монастырь получил свое начало – неизвестно. В 1685 году в нем построена каменная церковь во имя Преображения Господня. К ней в 1745 пристроен каменный предел во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. По поводу мужского монастыря Невостроев сообщал. Самарский Спасо-Преображенский мужской монастырь находился в городе Самаре между Успенской и Преображенской церквами. Неизвестно, когда и почему он возник. Судя по владениям монастыря, происхождение его можно относить к началу самого города Самары, построенного около 1585 года при царе Федоре Иоанновиче для обуздания нагайцев. Мужской монастырь закрылся в 1738 году, а женский просуществовал до 1764 года. С упразднением женской обители завершился первый этап монастырского строительства в Самаре. И эта ситуация полностью соответствовала правительственной политике того времени, которая стремилась к ограничению церковного и монастырского землевладения в интересах дворянства. Вторая волна монастырского строительства связана с правлением Екатерины II. По инициативе Екатерины II она привлекала капиталы старообрядческие из-за рубежа. И в 1762 году был издан указ Екатерины II, по которому все старообрядцы, некогда бежавшие за границу, приглашались вернуться в Россию на специально отведенные места. Одним из таких мест было течение реки Иргиз. Когда-то эта территория входила в территорию Самарской области. Сейчас это территория Саратовской области. Светки из Польши приехали монахи-старообрядцы и организовали пять старообрядческих монастырей. Три мужских монастыря и два женских монастыря. Монастыри эти были очень и очень богатыми, потому что субсидировали их такие богатые старообрядческие купцы, такие знаменитые старообрядческие фамилии купеческие, как Морозово, Рябушинский. Монастыри просуществовали здесь до первой половины XIX века, когда линия правительства в отношении старообрядцев круто меняется. И тогда пять этих монастырей были переведены в единоверие на основах православий. И из пяти старообрядческих монастырей осталось три единоверческих. Два мужских монастыря и один женский монастырь. Началом следующего этапа монастырского строительства можно считать 1851 год, когда произошли сразу два важнейших для истории нашего края события. Учреждение новой Самарской губернии и открытие Самарской епархии. Самар становится административным и духовным центром. В городах и селах строятся храмы, открываются новые приходы и монастыри. Руководил этой деятельностью первый епископ Самарский Евсевий Орлинский. И в результате вот этого монастырского строительного бума, накануне революции в Самаре и Самарской губернии, существовало 19 монастырей, из них 12 женских. При каждом женском монастыре была основана целая сеть всевозможных монастырских, на доходы от которых монастыри жили и развивались. К 1917 году в Самаре было два монастыря – Иверский женский общежительный и Николаевский мужской второго класса. В дореволюционные времена женская обитель считалась поистине сердцем духовной добродетельной жизни города. Самарский и Иверский женский монастырь располагался в центре Самары, был виден со всех сторон, был украшением города Самара, как со стороны Волги, так и просто его улицы, площадей. Монастырь был создан по инициативе жителей Самары. В 1850 году они вышли с прошением к симбирскому епископу Феодотию, чтобы в Самаре была организована женская община. Под эту общину было выделено 4 десятины земли в центре Самары на Крутом Волжском берегу. Здесь вы видите план этой общины к началу 20 века. Территория имела форму четырехугольника и была ограждена высокой каменной стеной с круглыми башнями в углах. Условно владение разделялось на две части. Большую – на Нагорье и меньшую – на Подгорье. Между ними через ворота под колокольней проходила дорога. Обитель назвали Иверской в честь иконы, подаренной купчихой из Елабуги. Екатерина Ивановна Марихина пожертвовала монастырю фамильный образ Божьей Матери Иверская в Золотой Ризе. В 1860 году эта община получает официальный статус монастыря. Первой настоятельницей стала Маргарита в миру Мария Янова из мещан города Самары. Первоначально насильниц в монастыре было 38 человек. Монастырь был общежительный, но не штатный, то есть он не получал никаких субсидий от казны. И для того, чтобы монастырь мог развиваться, в монастыре была организована целая сеть всевозможных мастерских – золотошвейная, иконописная, чеканная, кружевоплетение, переплетная и так далее. И на деньги от этих мастерских монастырь жил и развивался. В экспозиции Самарского депархиального церковно-исторического музея представлены изделия из золотошвейной мастерской Самарского Иверского женского монастыря. Это свадебная накидка, выполненная в стиле модерн, и золотное шитье в прикреп. Золотная нить выкладывалась по изящному рисунку и прикреплялась другой ниточкой в тон. То есть не пропускалась через ткань. Ну и, конечно, великолепные сохранности можно вот сейчас надевать и идти под венец. Второе изделие – это платок по натуральному шелку, вышивка тон в тон, двусторонняя гладь. То есть ни с той, ни с другой стороны ни одного узелка нет. Второй игуменей Самарского Иверского женского монастыря после ухода с должности Маргариты стала Антонина. Бывшей казначей обители она же управляла золотошвейной мастерской. Непосредственно под руководством игуменей Антонины было вышито знаменитое Самарское знамя, под которым Болгария была освобождена от турецкого игора. В 1917 году в монастырском комплексе было четыре каменных храма. Теплый – во имя Иверской иконы Божьей Матери, холодный трехпрестольный – во имя Успения Божьей Матери. До 1902 года он назывался Сретенским. Храм при колокольне в честь святителя Николая Чудотворца и двухэтажная трапезная церковь Иерусалимской иконы Божьей Матери. К этому времени в обители проживало около 400 насельниц разного возраста. Посвящая значительную часть своего времени молитве, все они, за исключением немощных, должны были нести различные послушания. В монастыре был великолепный хор, которым руководил Семен Федорович Соловьев. Кроме того, на территории обители действовала церковная школа, больница, странно приимный дом и приют для сирот. В 1919 году обитель закрыли, и монастырские храмы перешли в ведомство швейной артели. Здесь же зарегистрировали религиозную общину. Большую часть келей отдали под квартиры рабочим водосовета и общества «Металист». И только в нескольких корпусах до 1929 года оставались жить монахини. В первой половине 30-х годов был взорван Успенский собор и разрушена колокольня высотой 65 метров, которая была видна за несколько десятков верст от города. Чуть севернее Самары, там, где сейчас находится 4-й микрорайон, в почетной стороне улицы Осипенко располагался Николаевский мужской монастырь. Единственный артефакт, который остался от этого монастыря, это каменные ворота, которые оформляли въезд в монастырь со стороны города. Они до сих пор украшают нижнюю часть улицы Осипенко. Первоначально мысль основать в Самаре мужской монастырь принадлежала епископу Евсевию Орлинскому. Побудительными причинами к открытию этого монастыря в епархии были необходимость приюта для вдового духовенства, заштатного и престарелого, приготовление бедных детей к причетнической должности, далее необходимость помещения при монастыре для ближайшего испытания и лучшего надзора подсудимых из духовенства и малолетних преступников, и, наконец, желание многих из мещанского и крестьянского сословия послужить делу благочестия. В 1857 году Самарским городским обществом было отведено 77 десятин земли под мужской монастырь. В 1858 году 150 десятин земли за Волгой, близ села Ширяева, пожертвовал этому монастырю Алатарский купец Щеткин. И на деньги от сдачи в аренду этой земли, а также той земли, которая находилась за Волгой в селе Ширяева, монастырь расстраивался. Община получила статус монастыря в 1863 году при владыке Феофиле. Первым игуменом и наместником этого монастыря стал игумен Варлаам. Монастырь долгое время находился под управлением самарских архиереев, и только владыка Гурия Буртасовский передал всю полноту власти настоятелям этого монастыря. В 1903 году при владыке Гурии настоятелем монастыря был игумен Вениамин. И последним настоятелем монастыря был игумен Анатолий. Он управлял монастырем вплоть до революционных событий. Этот монастырь жил заботами общества и самарского, и российского, и в Первую мировую войну, и во время русско-японской войны. Братья этого монастыря записывались в отряды сердобольных братьев и помогали выносить раненых с поля боя. В восточной части обители со стороны алтарей и храмов располагалось монастырское кладбище. Хранили там насельников этого монастыря, а за отдельную плату и других жителей города. В частности, в 1913 году там был похоронен известный доктор Постников, который кумысом лечил от туберкулеза. Туберкулеза впервые в России и в мире очень много излечивал от туберкулеза. К 1916 году настоятелем обители был архимандрит Анатолий, прошлым монах Оптиной пустыни. В этот период монастырь владел большим участком земли и получал ежегодное пособие в 1500 рублей, как монастырь второго класса. В обители жили 5 иеромонахов, 6 монахов, 1 иеродиакон, 3 лисофорных послушника и 39 послушников на испытаниях. Духовником в монастыре числился 93-летний иеромонах Вениамин. На средства купца Коренева в 1872 году был построен странноприимный дом с каменным фундаментом, располагавшийся у ворот. Также был возведен трапезный корпус, корпуса для настоятеля и насельников. С 1875 года в деревянном флигеле действовал завод по производству свечей. На территории Николаевского мужского монастыря было три храма. Деревянный во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, каменный с двумя колокольнями в честь святителя Николая Чудотворца и каменный трехпрестольный собор во имя святителя Николая Чудотворца, который восхищал особым великолепием и монументальностью. Он был построен в 1912 году в русско-византийском стиле и курировал строительство сначала Засухин архитектор Самарский, а потом известный самарский архитектор Щербачев. В 1930-е годы все монастыри были уничтожены, и в том числе и этот храм монастырский был разобран, и из камней этого храма была построена фабрика кухни завода Масленникова в конструктивистском стиле в виде серпа и молота. После революции монастырь был ликвидирован советской властью, а его храма перешли в собственность общины верующих, которая действовала до конца 20-х годов. С 1929 года вновь начались гонения на церковь. В этот раз строения мужского Никольского монастыря оказались в ведении государственных учреждений, а с 1930-го их стали разрушать. Сохранившимися в современной Самаре сегодня можно увидеть только здание братского корпуса по адресу Осипенко, 10А, и двухэтажную трапезу, расположенную рядом. Первое здание имеет статус «Памятник архитектуры», второе много раз перестраивалось. Господь поругаем не бывает, И однажды все возвращается на круги своя. В 1991 году уцелевшие здания женского Иверского монастыря передали церкви. В 1995 году началось восстановление храма Иверской иконы Божьей Матери и всей обители. Мы в этом монастыре надеемся, что Царица Небесная, своей благодатной помощью, собрав нас сюда, тоже по ее незреченному промыслу, она нас и ведет, и руководит, и помогает, возрождает наш обитель. Когда в 1991 году сюда, на это место, пришли несколько девушек и женщин и образовали общину после 70 лет запустения, то эту общинку благословил епископ Евсевий, который сейчас митрополит Псковский. И подарил икону Иверской Божьей Матери и афонского письма в серебряном окладе. Это икона, Матерь-заступница наша, игуменья нашего монастыря. Мы молимся ей, просим в своих скорбях, печалях, делимся радостями. И не только мы, но и тысячу людей, которые приходят в наш монастырь. Матери-заступница Матери-заступница Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон А летом 2003 года, в соответствии с рапортом архиепископа Самарского и Связанского Сергия, вышло постановление Священного Синода о преобразовании прихода в Свято-Воскресенский мужской монастырь. В настоящее время настоятелем монастыря является игумен Фома Масалов. Песня «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон